Одним из наиболее мощных инструментов для работы с данными является агрегация данных. Агрегация необходима для того, чтобы сформировать некоторые отчеты, например, суммировать или посчитать количество элементов для различных условий, также сгруппировать статистики по различным значениям атрибутов. В качестве примера базы, для которой мы будем составлять отчеты с различными агрегациями данных, будет база услуг компании, которая также состоит из одной таблицы, в которой будут следующие поля. Это название проекта, имя клиента, для которого выполняется проект, срок начала работы, если проект уже начат, и срок сдачи, если этот проект уже завершен. И также немаловажный параметр – это бюджет проекта. Так выглядит таблица нашей базы. Для начала попробуем просто посчитать количество строк, которые содержит эта таблица. Это можно выполнить с помощью команды агрегации count. В качестве аргумента можно указать любое значение. Для count это не принципиально, выберем просто 1. Внутри данной таблицы 100 записей. Для того, чтобы посчитать, например, средний бюджет для проекта в нашей базе, воспользуемся другой функцией, которая, собственно, считает среднее значение. Здесь же, в качестве аргумента, нам нужно будет передать поле, по которому нам нужно будет считать среднее значение. В данном случае это бюджет. Выполнив этот запрос, мы получим средний бюджет для проектов в этой базе. Попробуем составить более сложный отчет, который будет показывать, сколько в среднем дней уходит на выполнение проекта. Для начала попробуем выполнить запрос, который будет показывать нам, какие именно картежи мы будем использовать в данном отчете. В данном селекте используется функция dateDiv, которая показывает разницу между двумя датами, в данном случае projectFinish и projectStart. Как мы видим, для некоторых результатов, projectFinish null, что означает, что проект все еще не завершен. Соответственно, dateDiv также не может посчитать разницу в днях между этими двумя датами. Добавим условие, которое просто будет отсекать незакончивающиеся проекты. ProjectFinish is not null. Теперь из этого запроса нам нужно узнать среднее значение для каждого картежа от нашей функции, которая считает количество дней. Просто добавим функцию вычисления среднего значения от нашей функции, которая вычисляет разницу между днями, между датами. Среднее время выполнения проекта в днях достаточно большое. Попробуем узнать максимальную длительность проекта в днях. Для этого добавим в нашу выборку также функцию, агрегирующую данные max, которая также выполняется от функции, которая считает количество дней между началом и окончанием проекта. аналогично можно добавить сюда и минимальную длительность проекта. Вот, собственно, отчет, который показывает, сколько в среднем мы тратим на проект, сколько максимальное тратили на проект и минимальное число дней, которые мы потратили на проект. Для того, чтобы сделать наш отчет более детализированным, мы можем использовать группировку наших агрегированных данных по различным значениям какого-либо атрибута. Попробуем выяснить наши агрегированные значения максимальной, минимальной и средней длительности проектов в разрезе каждого клиента, для которого мы выполняли эти проекты. Для этого добавим «GroupByClientName». И также для того, чтобы знать, к какому именно клиенту относятся данные статистики, мы добавим в результаты выборки также «ClientName». Выполнив этот запрос, мы получим имя клиента и сколько минимум, максимум и в среднем дней длится проект для данного клиента. Также полезным является сортировка агрегированных данных. Выполняется она с помощью команды «OrderBy», в которой мы указываем колонки, по которым мы будем сортировать. В данном примере также наши статистики, эти функции, они обозначены как синонимы для того, чтобы проще было к ним обращаться в нашей группировке. Соответственно, данный запрос показывает отчет, который у нас отображает имя клиента, сколько в среднем минимально и максимально дней потрачено на выполнение проектов этого клиента. И также этот отчет у нас отсортирован по максимальному количеству дней, по возрастанию. Давайте добавим, чтобы он был по убыванию. «OrderByDetsk» показывает, сортирует в обратном порядке по заданному полю. Чтобы придать некоторую завершенность данным отчетам, мы можем вывести топ-10 клиентов, на проекты которых тратится больше всего времени, то есть проекты которых завершаются медленнее всего. Добавим просто ограничение «Выводить первые 10 записей из данных условий выборки». И, собственно, вот наш отчет готов. Одной из частых ошибок при составлении отчетов является некорректное указание параметров, по которым группируется выражение. В данном случае этот запрос выводит имя клиента наугад. На самом деле он выводит первое попавшееся имя клиента. И соответствующие статистики неверны для конкретного клиента. Для того, чтобы это исправить, нужно сгруппировать данные по имени клиента. Таким образом, выборка будет корректной.